Он резко отличался от окружающих. Он был задумчив. Он очень мало говорил. Он думал. Как же тогда он ваше сердце покорил? Умом. Он подъезжал к моему дому, и моя мама из окна наблюдала, как он сажал меня в машину, как он открывал дверцы. Он ежеминутно спрашивал, удобно ли меня, хорошо ли мне. Накануне свадьбы буквально ловил сзади. Он отвел меня в комнату. И совершенно серьезно, не так, как вы сейчас его представляете, сказал, ты будешь самой счастливой женщиной. И я знаю, что для этого нужно сделать. Утром, после первой брачной ночи, Владимир Вольфович мне говорит, ты будешь женой министра. Вы знаете, Антон, мне очень стыдно признаться, но только совсем недавно я поняла истинный смысл этой фразы. Ведь он не сказал мне, я буду министром, а ты у моих ног. Он мне сказал, ты будешь женой министра. И вот эту тонкость я поняла, что он будет... ... ... ... ...